Добрый день! В эфире CBC информационная передача за Каспием. С вами Эльна Ралиева. О самых актуальных новостях по ту сторону Каспием мы расскажем прямо сейчас. В Бишкеке проходит АТФорум Тюркского мира. Он предоставляет уникальную платформу для обсуждения лучших практик внедрения искусственного интеллекта в госуправление, здравоохранение и образование. Участники и организаторы форума отметили, что это ключевой этап для создания единой цифровой экосистемы, которая обеспечит инновационное развитие в тюркских странах. В 2024 году в Узбекистане ожигают богатый урожай хлопка за счет китайских сортов этой сельхозкультуры, отличающейся высокой урожайностью. Министерство национального образования Турции объявило о внесении фундаментальных изменений в учебную программу по истории. Согласно новому подходу, термин «центральная Азия» будет заменен на «туркестан». Решение направлено на укрепление национального самосознания и патриотизма среди будущих поколений. Изменение климата затрагивает страны на всех континентах, но малые островные и развивающиеся страны более уязвимы к этим последствиям. Это негативно влияет на средства к существованию людей во всем мире и препятствует прогрессу в достижении целей устойчивого развития. Азербайджан здесь не является исключением. Ежегодно мы видим, что уровень воды в реках снижается. Такая же ситуация наблюдается и на Каспии. Эти идеи отражены в обращении президента Ильхама Алиева к участникам предварительной конференции по изменению климата, зачитанного президентом КОП-29 Мухтаром Бабаевым. В послании отмечается, что Азербайджан успешно реализует социально-экономический приоритет чистой окружающей среды и зеленого развития на национальном уровне. 2024 год в республике объявлен годом солидарности на пути к зеленому миру. Богатый потенциал ветровой и солнечной энергии позволяет Азербайджану продвигать программу возобновляемых источников энергии. Тем временем президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал страны СНГ объединить усилия для реализации совместных проектов по развитию генераций товарообмена и энергоресурсами, возобновляемые источниками энергии. Об этом он заявил на очередном заседании Совета глав государств участников СНГ в Москве. По его словам, данные меры укрепят энергетическую безопасность региона и снизят зависимость от углеводородов. Кыргызский лидер отметил, что для повышения эффективности использования ВИЭ необходимо внедрять современные цифровые технологии и разрабатывать общую программу внедрения умных сетей в странах СНГ, что, конечно же, позволит улучшить управление энергосистемами, оптимизировать распределение ресурсов и минимизировать потери. Президент также отметил, что Кыргызстан нацелен на дальнейшее наращивание многопланового сотрудничества в рамках СНГ, вовлечение взаимной торговли, развитие и совершенствование транспортно-логистических маршрутов, создание совместных проектов в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, инфраструктуре и других сферах. Кыргызстан на азербайджанском техническом университете Альшадом Амедовым, он с нами на прямой связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Шадмайлим, уже, конечно же, не новость, что ряд крупных держав проявляют интерес сотрудничества со странами Центральной Азии. И одной из наиболее интересных областей для взаимодействия является энергетическая сфера. Вот, к примеру, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан – страны, богатые природными ресурсами и амбициозными планами. Сегодня они объединяют усилия для экспорта зеленой энергии в Европу. Сотрудничество в этом направлении началось еще с мая этого года. Как вы считаете, вот каких успехов уже удалось добиться в этом направлении? Ну, в первую очередь, конечно же, действительно, наши страны обладают существенным потенциалом с точки зрения генерации, выработки энергоресурсов, электрической энергии. И не случайен этот интерес, который проявляется со стороны, в первую очередь, западных стран. Потому что, если, скажем, говорить о Европе, о Западной Европе, то энергодефицитный регион – это и однозначно, что в ближнесрочной перспективе те проблемы, которые имеются сегодня на европейском континенте с точки зрения обеспечения энергобаланса, они будут только углубляться. Потому что даже несмотря на то, что в крайние годы в значительной степени сокращается потребление электрической энергии на территории Европейского Союза, но надо отметить, что это влечет за собой весьма значительные негативные последствия, потому что это сворачивание экономических проектов, где энергетическая составляющая играет важную роль. И вместе с тем, конечно же, это будет сказываться и на социальной повестке Евросоюза. Поэтому сегодня, также учитывая то, что на территории самой Европы, Европейского Союза в частности, не так-то уж много возможностей для генерации электроэнергии, будь то альтернативная генерация, или тем более традиционные источники. Мы видим, что по ключевым месторождениям на протяжении уже многих лет наблюдается резкий спад добычи. И это все говорит о том, что Европейский Союз крайне заинтересован в сотрудничестве с богатыми на энергоресурсы регионами, странами. И в первую очередь здесь, конечно же, речь будет идти о Центральной Азии, об Азербайджане. И мы видим, что этот интерес буквально с каждым днем возрастает. С другой стороны, конечно же, для нас в большей степени важно, как для нашего региона это будет сказываться, в плане перспектив развития энергетического сектора, в плане перспектив развития экономик наших стран. И, конечно, для нас приоритетами являются именно экономические интересы наших стран, нашего региона в целом, и в первую очередь, конечно же, Азербайджана. Дело в том, что мы на сегодняшний день стоим перед серьезными вызовами с точки зрения развития процесса индустриализации на территории нашей страны. И это фактически тот же самый в значительной степени вызов, который стоит и перед регионом Центральной Азии. Поэтому, несомненно, мы готовы наращивать сотрудничество, и в том числе по тому сегменту, который вы указали, экспорту электрической энергии, вырабатываемой на альтернативных началах экспорту на территории Европейского Союза. Но вместе с тем, конечно же, мы должны в первую очередь обеспечить наш внутренний рынок. В первую очередь, мы, говоря об альтернативной генерации, должны иметь в виду, что на освобожденных от оккупации территориях фактически по решению главы нашего государства формируется новая экономическая, в том числе энергетическая повестка для нашей страны. И, конечно, для нас это является важнейшим приоритетом. Ну а в плане экспорта, я считаю, что Азербайджан вместе со странами Центральной Азии может сыграть свою важную роль на энергетическом рынке Европы. Но здесь очень многое также будет зависеть от отношения к этому процессу наших европейских партнеров. Потому что у нас есть соответствующий потенциал, есть соответствующие возможности, в том числе возможности по импорту передовых технологий, потому что наши страны обладают существенными потенциалами, существенными возможностями с точки зрения наших золотовалютных активов. Поэтому я думаю, что для нас это не является большой проблемой. Но как будет выстраиваться политика в сфере энергетики, в частности, на территории Европейского Союза, вот очень многое, я думаю, будет зависеть в этом плане именно от позиции Евросоюза. Да, безусловно, учитывая, что сейчас, вот мы говорили об интересе Евросоюза в странах Центральной Азии, в том числе и на Южном Кавказе, учитывая то, что сейчас заключаются достаточно интересные договоря, выступают с различными инициативами все страны, то нас ждет очень много интересных проектов. Спасибо вам большое, что подключились к нам. Спасибо. Всего доброго. С нами на связи был руководитель Центра инновативных экономических исследований Азербайджанского технического университета Эльшат Мамедов. Ну, а мы продолжаем наш выпуск. В России готовят депозитарную систему для БРИКС. Она должна стать альтернативой западным аналогам и способствовать учету ценных бумаг в рамках стран БРИКС. По словам министра финансов Антона Силуанова, в планах нет создания единой валюты для стран объединения, однако активно обсуждается разработка новой финансовой расчетной системы. Министерство финансов России занимается разработкой депозитарной системы БРИКС КЛЕР. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в интервью Арти Арабик. По его словам, эта система будет построена на технологии распределенного реестра, аналогичной той, что используется в западных странах. Планируется создать систему учета ценных бумаг в рамках сообщества БРИКС на замену западным аналогам, доступ к которым для России и некоторых других стран ограничен. Кроме того, Силуанов заявил, что создание единой валюты БРИКС не рассматривается, но стороны обсуждают создание альтернативной финансовой расчетной платежной системы. Конечно, мы не рассматриваем сейчас создание какой-либо единой валюты. Мы говорим о создании альтернативной финансовой расчетной платежной системы, где бы использовались национальные валюты, где бы использовались цифровые финансовые активы и цифровые валюты стран нашего объединения. Кстати, многие центральные банки уже выпускают свои собственные цифровые валюты. Но вопрос стыковки их, вопрос расчетов – это как раз наша задача. Силуанов отметил, что такая платформа даст пользователям возможность осуществлять платежи быстрее и с меньшими затратами. Он также подчеркнул, что доллар сохранит свою популярность как расчетная единица в ближайшие годы. Однако страны БРИКС уже активно увеличивают использование национальных валют и рассматривают цифровые финансы как перспективное направление. Мы видим, что доля доллара в расчетах внутри стран БРИКС снижается и увеличивается доля расчетов в национальных валютах. Наше предложение о том, чтобы использовать новые технологии, цифровые финансовые активы, я думаю, что это будет перспективно. Как быстро это будет реализовано – это вопрос уже наших договоренностей, наших действий. Министерство финансов России отмечает рост доли стран БРИКС в мировой экономике. При этом их совокупное ВВП уже превышает показатели большой семерки. По словам Антона Силуанова, учитывая такую динамику, можно с уверенностью сказать, что в будущем страны БРИКС продолжат увеличивать свою долю в мировой экономике. Вне зависимости от того, присоединятся ли к платформе новые члены или нет. Новые перспективы для сотрудничества между тюркскими государствами. В Бишкеке проходит Атефорум Тюркского мира. Он предоставляет уникальную платформу для обсуждения лучших практик внедрения искусственного интеллекта в государственное управление здравоохранения и образования. Участники-организаторы форума отметили, что это ключевая идея проведения данного мероприятия и заключается она в создании единой цифровой экосистемы, которая обеспечит инновационное развитие в тюркских странах. Екатерина Токамбаева с подробностями. Кыргызстан создал платформу для объединения IT-индустрии тюркского мира. В течение двух дней ведущие айтишники и представители компетентных органов из Алисайбайжана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции обсуждали в Бишкеке будущее и настоящее IT-сферы тюркоязычных государств. Итогом этой встречи именно служит коллаборация. То есть узнать, что есть у соседей, у тюркоязычных стран, как они развивают искусственный интеллект, как оказывают эти государственные услуги через искусственный интеллект, если мы говорим о государственных организациях, и как это все соединить и работать с точки зрения коллаборации. Это была основная идея. Как вы знаете, форум сам по себе служит только площадкой. Это первые шаги для объединения общих усилий тюркоязычных стран для того, чтобы делать совместные шаги в сторону развития искусственного интеллекта в этих странах. Сотрудничество в IT-сфере для тюркских государств сейчас крайне необходимо. Это позволит нарастить экономическое взаимодействие, улучшить медицину, повысить качество образования. Одним словом, сделает тюркский мир крепче, сильнее и безопаснее. Главная ставка в последнем вопросе делается на Турцию. Страну на форуме представил Сильчук Байрактар. Для нас большая честь работать с тюркскими государствами, для того, чтобы наша продукция стояла на защите ваших стран. Сейчас наша компания начала работу в области космических систем и собирается строить ракеты в сотрудничестве с заинтересованными странами. Цифровая экосистема тюркскому миру сейчас нужна для сохранения его идентичности и культурного наследия. Особенно IT-наработки потребуются при внедрении единого тюркского алфавита, проект которого был утвержден совсем недавно. Тем более, что у каждой тюркоязычной страны уже есть свои продукты в языковой сфере. И это замечательно, потому что можно использовать вот эти базовые слои в стак, в AI-стак, который очень сложно и дорого, накладно, занимает много лет развить. Но эти приложения, которые сверху, них можно использовать. И вот это то, что они сейчас делают. Они используют существующие модели и делают аналог. В условиях глобализации, когда знания становятся основным ресурсом, важно, чтобы тюркоязычные страны не отставали от мировых тенденций. И здесь тоже решающая роль отводится к коллаборации в сфере IT. Ее варианты активно обсуждались на панельных сессиях форума. Цифровизация, цифровая трансформация и искусственный интеллект для нас очень важная сфера. И поэтому мы, конечно, с радостью откликнулись на просьбу Министерства цифровой трансформации, чтобы вместе работать в рамках организации данной конференции. Кыргызстан как организатор IT-форума тюркоязычных государств уверен, такие мероприятия будут способствовать не только внедрению технологий, но и поддержке стартапов, молодых специалистов, которые являются двигателем прогресса в области искусственного интеллекта. Екатерина Токамбаева, Бипик Джумабаев, Дорунбек Адаханов. Специально для CBC из Кыргызстана. Тем временем в Узбекистане в этом году экспериментируют с китайским сортом хлопчатника. Для этого в республику было завезено около 3000 семян хлопка из зарубежных стран. И сейчас в сезон урожая поспели иностранные сорта хлопка. Насколько они оправдали доверие, расскажет наш корреспондент в Узбекистане Борчиной Мусалямказе. В текущем году узбекские чиновники пошли на эксперименты. И помимо местных сортов хлопчатника, впервые на площади 100 тысяч гектаров посадили семена этой культуры, завезенные из Китая, Турции и Индии. А вообще сейчас по республике хлопок выращивается в 136 районах. И его посевы занимают более 1 миллиона гектаров. И для повышения урожайности в этом году, наряду с традиционными сортами, использованы 42 перспективных и 18 зарубежных разновидностей культуры. По традиционному методу узбекские хлопкоробы выращивали 100 тысяч саженцев в рядах с расстоянием 90 сантиметров. Это дает 30-40 центнеров урожая. А китайская технология позволяет выращивать 240 тысяч саженцев. Это значит более 2,5 раза больше урожайности. В Узбекистане начался сезон сбора хлопка. В этом году планируется собрать почти 4 миллиона тонн белого золота. Специалисты уверены, что высокая урожайность в этом сезоне ожидается за счет хлопка, выращиваемого по китайскому методу под пленкой. По прогнозам, урожай с одного гектара может достигать до 60-70 центнеров. Пилотный проект на данный момент притворяется в жизнь в Ташкентской области. В этом году мы посеяли хлопок в Бекабаде на участке 560 гектаров. Нужно отметить, что государство нам помогает во всем. Мы привезли семена двух сортов. Это жунгтай 1 и сорт 54. Для этих сортов хлопка требуется ровная земля без холмов. Хлопчатник нужно орошать пять раз. Наши селекционеры хорошо поработали над этими сортами. И, как видите, они дают богатый урожай. Весь собранный хлопок – высший сорт. И мы в будущем планируем открыть завод, который будет производить эти семена. Не только в Бекабаде, но и в других районах Узбекистана. На 20 тысячах гектарах китайские специалисты планируют посеять хлопок в следующем году. Семена были изучены со стороны узбекских специалистов. И во время пилотного проекта урожай действительно был высок. В течение вегетационного периода мы следили и за китайскими, и за местными сортами. Как показали результаты, китайские семена очень устойчивы и защищены от болезней. Да, наши местные сорта очень хорошего качества, но недостаточно устойчивы к болезням. Когда мы изучали китайский сорт, его селекционеры нам сказали, что при создании семена усовершенствованы и устойчивы ко многим болезням. На некоторых полях рядом засеяны местные и китайские семена. Но в результате местные семена были заражены, а китайские – нет. Одним словом, этот сорт имеет очевидные преимущества. Я почти 30 лет работаю фермером, и мы каждый год сеем разные семена. Я в этом году на 5 гектарах земли посеяла китайский сорт хлопчатника. И смотря на урожайность этого года, я в следующем году планирую на всех моих участках посеять именно китайский хлопок. Во-первых, у него отличное волокно. Именно такое волокно сейчас востребовано во всем мире. Во-вторых, семена обогащены такими веществами, что хлопчатник за период созревания вообще не болеет. На местные сорта обрабатывали 4-5 раз против насекомых, а китайские сорта – ни разу. Но она пьет на один раз больше воды, чем местные. Но зато посмотрите, какой урожай. Все коробочки раскрылись. Самые малые 50-55 ценеров хлопка мы получаем с гектара. Не только китайская технология выращивания хлопка показала хорошие результаты. Узбекские фермеры также довольны и хлопкоуборочными машинами китайского производства. По оценкам хлопкоробов, они собирают лучше и не вредят волокнам. Я на своем участке посеял местный сорт хлопка. Как видите, урожай богатый. Но в этом году я собираю хлопок китайской машиной. Комбайн очень прочный, высокопроизводительный. Собирает чисто, быстро, не оставляет хлопок на поле. Урожайность в сельском хозяйстве в первую очередь зависит от семян. Но многие фермеры, стремясь экономить на надбавке за семена, сеют семена низких репродукций. А на испытание нового сорта семян и включение его в государственный реестр уходит 5 лет. В передовой практике первичное семеноводство осуществляет частное элитное хозяйство. И для этого определили внедрение новой системы сорта испытания. Согласно ей, государственная доля в 31 элитном семеноводческом хозяйстве и в шести цехах по заготовке семян будет выставлено на публичные торги. Будут объединены 46 семеноводческих предприятий и созданы 13 современных предприятий в регионах. Новые семена будут вводиться в посев через два года. Борчиной Мусалямказа, Бехрус Хамроев. Специально для Сибиси из Узбекистана. Министерство образования Турции анонсировало значительные изменения в учебной программе по истории в новых учебных планах вместо термина «Центральная Азия» будет использоваться понятие «Туркестан». Этот шаг, по словам экспертов, направлен на укрепление у будущих поколений национального самосознания и патриотизма. Программа будет внедрена в дошкольных учреждениях и школах в 2024-2025 учебном году. Министер образования Турции Юсуф Текин отметил, что переход на использование термина «Туркестан» является исторически обоснованным, поскольку это название впервые встречается в древних текстах, описывающих территорию, населенную турками. На этом наш выпуск подошел к концу. Вы смотрели передачу «Заказ». Всем всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова